Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Нет, ребенку еще рано, но сейчас... Одну секундочку буквально, извините. Проверяю, потому что она очень быстро плывет. Мы страшно рады вас видеть, потому что вчера ночью было не видно. Приветствую всех, кто приехал на этот фестиваль на машинах, на поездах, прилетел на самолетах. И особенно мы приветствуем здесь тех, кто пришел сюда пешком. И такие есть. Ну, по крайней мере, от электрички пришел пешком. Ага. Дело в том, что самый первый раз на самый первый наш грушинский фестиваль мы с Георгием пришли пешком. Мы сели не на ту электричку, и она привезла... Нет, не с Москвы, чуть ближе. Нет, наш поезд опоздал. Было это в 1986 году. И мы... Что? Да-да-да. Это был первый фестиваль после большого перерыва. В свое время фестиваль запрещали, и потом вдруг его снова открыли. Была такая страшная радость для всех, и мы решили, что мы обязательно должны сюда попасть. Но наш поезд опоздал, которым мы ехали из Москвы. В результате мы сели только на ту электричку, которая шла до Курумыча, по-моему. Да? И потом... И потом мы шли по шпалу. Да. Две остановки электрички. То есть там порядка десяти километров, что ли, надо было пройти. В общем, когда мы подошли, мы увидели... Салют. Грандиозные всполохи огня. Внизу стояла маленькая-маленькая-маленькая фигурка. И пела, как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Так мы с Олегом познакомились. И Олег говорит, Олег уже про нас почему-то знал. Он стал нас срочно говорить, давайте-давайте, я сейчас вас устрою на гитару. Сейчас вы выйдете, тоже там споете. А мы просто очумевшие смотрим на все это, на все эти фонарики, на эту гитару. И нам не верится, что нам удастся. Но мы так надеемся, думаем, тоже выйдем, сейчас споем какую-нибудь хорошую свою песню. Вот, Олег подошел. Не помню, кто это был. По-моему, это была Татьяна Никитина. Она сказала, кто? Васильев и Ивашенко? Не слышал таких. Пусть встанут в очередь. Вот. И мы так туда и не попали. То есть мы пришли пешком на Грушинский фестиваль, на гитаре так и не выступили. Зато после вот этой большой гитары мы прошли по всему лагерю, спели на всех кострах. Спели на Чайхане. Я уже не помню, где мы там только... Мы пели всю ночь тогда в тот фестиваль. Вы знаете, оказывается, приходить пешком на Грушинский фестиваль – это счастье. Это... Это к счастью и это к счастью. Можно чуть монитору потише? В целом. ПЕСНЯ Шаг за шагом меняя привычное тут, на не очень понятное там. Шаг за шагом меняя привычное тут, на не очень понятное там. С многотонной кошелкой, с пустым кошельком, или под руку с юной подругой. Кто в солдатских ботинках, а кто босиком, с предумышленной целью и без. Пешеходы идут, пешеходы идут, сокращаются мышцы упруга. Но не в силах постичь ни один институт – это тонкий душевный процесс. Но не в силах постичь ни один институт – это тонкий душевный процесс. То бану раступая под грузом завод, то едва ли не в припрыжку от счастья. Отирая то брызги, то собственный пот, и в пути закаляясь, как сталь. Пешеходы идут, пешеходы идут, им не нужен бензин и запчасти. Им нужна передышка на пару минут, и дорога зовущая вдаль. Им нужна передышка на пару минут, и дорога зовущая вдаль. Не взлетят самолеты, замрут трактора, на приколе уснут пароходы. Из остывших моторов шальная искра беспрепятственно в землю уйдет. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Приходи ко мне, главфира, я намаялся один. Приноси кусочек сыра, мы вдвоём его съедим. Буду ждать желанной встречи, я у двери начиву. ПЕСНЯ Приходи ко мне под вечер, посидим, попьём чайку. ПЕСНЯ Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе. ПЕСНЯ Лучше быть нужным, чем свободным, это я знаю по себе, это я знаю по себе. ПЕСНЯ Приходи ко мне, главфира, ненароком не взна чай. Приноси кусочек сыра, ведь без сыра что за чай. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным, это я знаю по себе, это я знаю по себе. ПЕСНЯ Буду ждать я неустанно, ты мне только покажись. Должником твоим я стану на оставшуюся жизнь. ПЕСНЯ 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 Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным, это я знаю по себе, это я знаю по себе. Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе. ПЕСНЯ Под Шуракши, под Рокадмитра, послать последнее прости. Менять часы на километры, там порции один к пяти И дверь зимою переспорим, достичь прибрежной полосы И утопить в кучее море свои японские часы А время, время, тем темпом зайти так Мы не считаем, не считаем, не считаем Его транжирим на писях, пока источник в небе вся Пока манят нас фонари парижских тай Легко впитать, мгновений бисер, безбожно нарушать режим И не зависеть, не зависеть от моих диков и пружин Швырять секунды понапрасну, на ерунду на трепетей И пять минуты ежечасно, сарить часами каждый день А время, время, темп темп зайти так Мы не считаем, не считаем, не считаем Его транжирим на писях, пока источник в небе всяк Пока манят нас фонари парижских тай Искать любви, как ветра в поле День изо дня, за годом, вон Пока нас время не уволит Пока нас не сразится и ночь А колокольчик, дар болтая Нам не дается медлить бег И мы, часом не наблюдая Теряем головы наверх А время, время, темп и темп зайти так Мы не считаем, не считаем, не считаем Его транжирим на писях, пока источник в небе всяк Пока манят нас фонари парижских тайк Его транжирим на писях, пока источник в небе всяк Пока манят нас фонари парижских тайк Знаете, мы долго-долго Уж как не поем вместе Ну, Алексей Игоревич не виноват Это я не пою вместе Он поет, он по-прежнему поет Дает много концертов Он вместе с другими, с кем-то, с другими людьми поет Поэтому очень многие песни, которые он уже успел за это время Больше десяти лет, как мы уже не выступаем, да? Да Сочинить и разучить Я, к сожалению, не знаю Поэтому я с удовольствием оставлю его одного Пусть он споет что-нибудь новенькое Ну, для меня новенькое, потому что... Ну, давайте, папа, давайте Если можно, добавьте, пожалуйста, гитару И везде, чтобы ее добавить И в мониторы тоже Еще, 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 еще Еще, прям совсем Мне в мониторах мало по-прежнему ее Нет, ничего не меняется Еще, еще, вот как-то так, да Я никуда не спешу Я стихов не пишу Мне собрать бы слова Воедино Что? Хоть себе самому Объяснить, почему Замыкаясь из крят провода Я Не пойму ничего И себя самого Я утешу Мол, все Впереди Но Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Мир Удивителен Но Он описан давно Мудрецами иных Поколений Я Их немало читал И счастливей не стал И храню свой диплом Под стеклом Но Назначенье иных Неподвластных Уму Повседневных Вещей И явлений Мне Не дано Описать Ни при помощи Слов Ни число Вновь В лабиринтах Наук Непредвиденный Крюк Совершу На грани Натыкаясь Вновь Перечту Мудрецов И в конце До концов Одолею Шинель И муму Но Почему Иногда Ни с того Ни с сего Так искрят Провода Замыкаясь Я Очевидно Уже Никогда Никогда Не пойму Я Никуда Не спешу Я рукой Не машу Я к разлукам Привык И к утратам Вновь Улетит Самолет Пароход Уплывет И года Потекут Как вода Но С мудрецами Вразрез Всем наукам Назло Вопреки Всем МЦ Квадратам Я Не забуду Тебя Никогда 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 Я Не забуду Тебя Никогда 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 Еще одна песенка коротенькая Она появилась в этом году В феврале Я просто хотел сказать Что вот песня, которую сейчас пел Алексей Игоревич Она моя любимая Я просто его просил специальную спеть Думал, он этим и ограничится Теперь я свою любимую Можно? Она появилась в этом году Вы знаете, в этом году Не знаю, как в других городах В Москве По разным оценкам По оценкам разных специалистов Февраль длился По разным оценкам От 62 до 68 дней Зима не уступала Весна не приходила Песня, которую сейчас Вы услышите Была написана где-то между 42 и 48 февраля этого года В Москве Когда зима уже стала Как я тут недавно на концерте сказал Народ подхватил Когда уже она была У всех вот здесь Вот в печенках Да Захотелось Что-то позитивного Захотелось Какого-то движения Вперед Как-то самого себя взбодрить В этой мрачной погоде Так появилась песня Которая называется Все пропало Все пропало Похоже, что рай на земле Не наступит То случится война То спалят суховей и поля Катаклизмы в природе С людским скудоумием вкупе Не оставили шансов Несчастной планете Земля Птицы мечутся с юга на север Бессмысленной стаей Но похоже, что сгинут во мраке Грядущих веков Белый буйвол И синий орел И форель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов Окончательно всех забодало Все бессмысленно не песни Все хуже плохое кино Самых светлых надежд Человечество не оправдало И исчезнуть теперь За ненужностью обречено В общем, дело дошло До последней ступени маразма И логично бы было Обматывать шею пенькой Отчего же Суровой реальности Несообразно Я как Гена в мультфильме Все время веселый такой Мне не страшен ни горный козел Ни мятежный повстанец Ни взвесившийся климат Страну превратившей в фургу Мне не нужен ваш цирк Дюссалей Покажите мне палец Вы постигнете смысл выражения Ржу не могу Я не псих У меня лишь чуть-чуть Что-то где-то замкнулось И стремительно на бок уехала Треснув по шву С той секунды, как ты оглянулась И мне улыбнулась Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Вы знаете, необыкновенное удовольствие Видеть лица Тех, кто сидит сейчас на травке И на стульчиках И в палаточках И там, да Здравствуйте Правда, ваших лиц я уже почти не вижу Надеюсь, вы мое видите Потому что вы в тени А я здесь все-таки под фонарями Много событий прошло С тех пор, как мы впервые сочинили песню Которую сейчас споем Вот, но Знаете, и вдохновляющих событий И гнетущих событий Периодически Я уже думал, вообще как-то так Народ затух Но тут вдруг В прошлом году Когда там Вдруг начались демонстрации Вдруг люди взбодрились Как-то вышли на улицу в мороз Потом опять сникли Но видимо процесс Какой-то там внутри Все-таки идет И этот процесс, умственный процесс Он на лицах-то отражается Как люди не стараются прятать Но в глазах все равно Мысль-то читается И особенно, когда вы сидите здесь И слушаете, как Алексей Игоревич Поет свои умные песни Мысль, я вижу, работает Да ничего, просто комплименты вам хотел сказать Поклонитесь По боями учить Что мертвого лечить Но многие того Не понимали Ученые труды Тут их раздуды Вколачивали розгами За три А в это время Ученик покорный Лежал ничком И ухая притворно Держал в кармане Шиш И тихо мозговал Над тем, что педагог Не задавал Без шестеренок И карданов Без всяких Видимых Причин И днем и ночью Неустанно Наш вечный Думать Элюрчим Он то замрет То вдруг Убыстрит Заветной мысли Дерзкий бег И никакому Материсту Его не выкручит В плане Чужие мысли Жечь Что палкой Воду сечь Но многие Этого Не признавали Громили В пух и прах И нагоняли Страх Уничтожая Книги На кострах А в это время Скромный Местный Житель Стоял в полке И думал Жгите Жгите Ваш Салдафонский Нрав Мы будем Брать В расчет А книжек Понапишем Вам еще Без шестеренок И коронав Без всяких Видимых Причин И днем И ночью Неустанно Наш вечный Думатель Урчит Он то замрет То вдруг Убыстрит Заветный Мы Свидет В стебе И никакому Батаристу Его не Выключить В обе Под чью-нибудь Дуду Любую Ерунду Отплясывать Приходится Частенько Рукой Голосовать Накой Маршировать И Голобою Голостей Запивать Но Слава Богу Думать Мы Свободны Когда Угодно И О чем Угодно И Самый Дикий Вздор Смешен Нам До тех Пор Пока Урчит Невидимый Махор Без Шестеренок И Коронав Без Всяких Гритимых Причин И Днем И Ночью Не Уставно Наш Вечный Думатель Урчит Он Он То Замрет То Друг Упыстрит Заметной Мысли Дерзкий Век И Никакому Материсту И Никакому Аферисту И Никакому Террористу Его Не Выключить Вовек Его Не Выключить В Ответ Когда Стряхтеный Захриснет Девятый Волк Когда В душе Завоет Дураканный Ветер Хоть Кто из Нас Хотя На Час Не Забывал Про Всех Пукушек И Все Ходики На Свете Когда В душе Завоет Дураканный Ветер И Захриснет Девятый Волк Когда Пятер Бурлит Когда Костер Горит Когда Ничем Нельзя Унять Сердцебиенья Ну Кто из Нас Хотя Раз Не Сотворит Чего Нибудь Совсем Чертям На Удивленье Когда Ничем Нельзя Унять Сердцебиенья Когда Внутри Костер Горит Когда Ворвется Свет Распытные Глаза Когда Ударит Нос И Запах Сверобоя Ну Кто же Счастье Всем Внутри Не Освязал Ну Кто же Не Волк Все Сто Завы Собою Когда Ударит Нос И Запах Сверобоя Когда Ворвется Свет Глаза Когда Встряхнет И Зав Блестет Девятый Волк Когда В душе Завоет Дураканный Ветер Ну Кто Нас Хотя На Час Не Забывал Про Все Кукушек И Все Ходики На Свете Когда В душе Завоет Дураканный Ветер Когда В душе Завоет Дураканный Ветер Когда В душе Завоет Дураканный Ветер И Захвистнет Девятый Волк А вот Я Оставшись В одиночке Не буду Петь Своих Песен Не буду Петь Песен Алексея Игоревича А спою Песню Иосифа Бродского Я Лично С собственными Ушами Слышал Как он Поет Эту Песню Вы Когда Нибы Слышали Как Иосиф Бродский Пел Нет Ну И не надо В общем Я вам Сам ее Лучше Спою У этой Песни Очень Интересная История Она Это Такой Шлягер Всех Ребен Народов На самом Деле Это Песня Которую Сочинили Немцы Но Которая Страшно Полюбилась Англичанам И американцам В тот Момент Когда Эту Песню Немцы Транслировали В пропагандистских Целях На Союзнические Войска По своему Радиу По пропагандистскому Англичане Американцы Так ее Полюбили Что Перевели Ее На Английский Язык И вообще На французский И на все Остальные Языки И эта Песня Звучала По обе Стороны Фронта В то время Когда люди Воевали Эта Песня Звучала Ее Пели Все Эту Песню Эта Песня Была Написана На стихи Немецкого Поэта Которого Зовут Ханс Ляйп И который Написал Эти стихи Еще В первую Мировую Войну Когда его Собирались Послать На фронт Он стоял На часах Где-то там Возле казармы И написал Эту песню Потом на нее Написали музыку И вот она Стала супер Популярной В мире Она называется Лили Марлен Перевод Иосифа Бродского Возле казармы В свете фонарей Кружится попарно Листья сентября Ах, как давно У этих стен Я сам стоял Стоял И ждал Тебя Лили Марлен Тебя Лили Марлен Если В окопах От страха Не умру Если мне Снайпер Не сделает Друг Если Я сам Не сдамся В плен То будем Вновь Крутить Любовь С тобой Лили Марлен С тобой Лили Марлен Лупят Ураганным Боже, помоги Я дам Иванам Шлем и сапоги Лишь разрешили Мне Взагмен Под фонарем Стоять Вдвоем Вдвоем С тобой Лили Марлен С тобой Лили Марлен Есть ли Что Банальней Смерти На войне И Сентиментальной Встречи При Луне Есть ли Что Круглей Твоих Колен Колен Твоих Их Лебедей Моя Лили Марлен Моя Лили Марлен Кончатся Снаряды Кончатся Война После Ограды В сумерках Одна Будешь Стоять У этих Стен Одна Стоять Стоять И ждать Меня Лили Марлен Меня Лили Марлен Меня Лили Марлен А сейчас Алексей Викторович Вернется Не один А с сыном Моим Младшим Пятым По счету Но не по значению Этот сын Мне удался Особо Он умеет Играть не только На пианино В джазовом стиле Но еще и На укулеле Рецепт Подскажите Рецепт Так удалось Вот этот инструмент Называется Укулеле На укулеле На укулеле Я играю День и ночь Все тараканы Окалели И пауки Там что-то Прочь Сбежали Прочь Вот Мы сейчас Поем несколько песен Втроем На самом деле Мы преподнесли Алексею Игоревичу Такой сюрприз Пока он пел один Ну или там С другими Людьми Дуэтами Мы образовали Мы образовали С моим сыном Дуэт И Некоторые песни Которые Алексей Игоревич Сочинил Очень давно Он даже уже Не помнит когда Обрели новое звучание Мы теперь Поем под аккомпанемент Укулеле Я в микрополитах пустой Проникну легко Бомбом И на часов часы пробью И новый ледок Начнет земля И полный элемент Меня узнает И пропустит Без педагог Я здесь В пятой лед Бываю после нуля Не милиция Ни ахитрес Никому нет Меня О-о-о Ведь я Ни хулиган Ни пьян Я струбно Шагаю По прямой А то, что я пою Немножко громко Это тоже Можно понять Я просто возвращаюсь Слишком поздно Домой В основном Забоет Как тамбун Тоже на пересадку Магнит Тоже просто тихо Взевает Вперед Как спать Ити Прямо Вперед И по меня Оставит Рыбалев Подалит Я в кепочке С гербом Мне почему ты генерал Я ищет Как будто все Выдумает И замрет На полпути Старая Скала Я в кепочке Я в кепочке Я в кепочке И выключат Свет И Там Лобус Подперед Меня Последний Ночной Маршрут В киша И снова На карман По тёмной Кухне По ночной Устал На четырёх Колёсах Провозу Я шурша И свой знаком И, короче, найду В углу По крайном Замок Тихо Руки Устал Откроется Лягко Без щелчка На сливочках Пройду По коридору И проснит Меня Старай Дом За то, что Задержался Я сегодня Слегка И снова Полный Забот А вечер Зобава Потом Как вытесла Меня А я Бездолковая Слезда Как глупая Лекор Слой Обитый Всю Я неизменно возвращаюсь только сюда Я верю, что мы ключи живут, но глупо займем Я знаю, прошая мне, замок распознает из-за Но каждый раз метро в кусту в огоне И я решляю лишь обо мне А только бы и в этот раз меня обождать А только бы и в этот раз меня обождать А только бы и в этот раз меня обождать Ну и вот в таком составе мы вам сейчас еще несколько песенок споем Они правда немножко детские, но сидящим на траве-то какая разница Есть две Ну это в числе пяти Ну вообще у него всего много Самолет Стоит и не взлетает на поле самолет На солнце он цевает, но не спешит в полет Ведь главный здесь пилот, а он в тенечке спит Сам самолет, сам самолет не полетит Сам самолет, сам самолет не полетит Субтитры создавал DimaTorzok Сам самолет, сам самолет, но не полетит Протерли все окошки, проверили рули И взлетную дорожку три раза подвели Но главный здесь пилот, а он в тенечке спит Сам самолет, сам самолет, но не полетит Сам самолет, сам самолет не полетит Сам самолет, сам самолет не полетит Сам самолет, сам самолет не полетит Песенка, которую мы сейчас спели, она входит в цикл «Фиксипилки» Я вот, вообще-то я занимаюсь сейчас изготовлением мультфильмов Производством мультфильмов, вернее, как это говорится теперь Производством мультфильмов, и в частности, я снимаю такой сериал, который называется «Фиксики» Кое-кто смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши» И знает, что это такое «Фиксики» маленькие человечки, которые живут в машинах и приборах Они музыкальные ребята У них есть любимые песни, вот одну любимую песню мы спели Сейчас споем еще одну любимую песню, которая называется «Рюкзак» Вообще-то она детская, и в ней есть четыре таких канонических детских куплета Но они очень быстро кончаются, вы сейчас увидите А петь хочется И поэтому, ну, там такая форма, что можно дописывать свои куплеты Вот я дописываю свои, Алексей Игоревич свои дописывает Алексей Игоревич там? Нет, Алексей Игоревич там, да Яша дописывает свои куплеты, но мы их петь не будем, потому что они неприличные Да, там есть припев Я видел, как вы подпевали Глафиру Вот вы можете подпевать точно так же этот припев Я вам сейчас его спою быстренько Без рюкзака, без рюкзака, дороги просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Все понятно? Кстати, это стихи, стихи замечательного питерского поэта и барда Игоря Шевчука Это он с автор этой песенки Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком, а с рюкзаком ты далеко пойдешь Все понятно? Поем Идешь гулять по лесу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там грим любого леса Поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь С утра собрался в школу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там ящик много голых Поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Уходишь на рыбалку Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там целая русалка поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Крыло от самолета поместится внутри Поместится, поместится и даже сразу три Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Вот, собственно, детские куплеты кончились Давайте взрослым Собрался в президенты Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там пара спецагентов поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака Рюкзака в дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Захочешь быть счастливым Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там двадцать банок пива поместится внутри Поместится, поместится, поместится внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдешь Собрался ты на грушу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там запасные пуши поместятся внутри Поместится, поместится и тоже сразу ты Без рюкзака, без рюкзака Без рюкзака, без рюкзака Дороге просто пропадешь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдешь А сейчас мы попросим выйти сюда Ларису Брукман Идешь парашютисты, рюкзак с собой бери Там водки граммов 300 поместятся внутри На случай приземлений Почему Лариса Брукман, да, вы скажете? По-моему, я ясна всем и так Нет, ну то, что она красавица, это понятно Умница, артистка великая Здоровяк Здоровяк Танцует крокодак Нет, я вам открою секрет У меня в последние В последние там 2-3 года Прибавилась еще одна дочка Можно считать Лариса Брукман Да-да Произошло это, пришлось принять в семью Произошло это совершенно нечаянным образом Дело в том, что в этом мультфильме Фиксике Там есть два главных героя Два маленьких человечка Один такой синенький Другой такой оранжевенький Вернее, такая Брат и сестра Нолик, вот совершенно верно Нолик и Симка Нолик Нолик Симка Привет Привет Собственно, вот они и есть Брат, Нолик, сестра, Симка Так что, Лариса, милости просим к нам А уж все теперь Не отделаешься Я уже здесь Не отделаешься Песню, которую мы сейчас споем Это тоже любимая песня фиксиков Как и рюкзак, как и самолет Мы ее ни разу не пели Я точно Алексей Игоревич ее даже не слышал И, естественно, ни разу не репетировал Этим она и хороша То есть у вас получится так же, как у нас И это нас объединит Хотя, настраивайте Настраивайте Так Яша перестает играть на укулеле Берет в руки другой железный инструмент Который называется крышка от кастрюля И ложка И ложка У нас у фиксиков арфа В простонародье Барабан Барабан Я придумал, кем я стану Барабанщиком я стать хочу И с мечтой о барабанах И я стучу, стучу, стучу Я стучу по батареям По кастрюлям ложкой И бам-бам-бам Вот что-то пожалеет И подарит Барабан Барабан Почему же барабан Никому не дороги, не чусь Ни до папы, ни до мамы И я никак не достучусь Я стучу по батареям По кастрюлям ложкой Бам-бам-бам И ложк, папа Подобрет И подарит Барабан Барабан Барабан, барабан, барабан! Тётя Маня, дядя Федер у подъезда на меня борчат. А я стучу на зло соседям, и они в ответ стучат. А я стучу на батарею, по кастрюм, кошка, и бам-бам-бам! И когда все озвереют, мне подарят барабан! Барабан, 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 барабан! Барабан! Барабан, 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 барабан. ПОЁТ 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 Эта песня была написана в соавторстве С милой, музыкальной, нежной девушкой Которую зовут Алина Симонова Вот представляете, до какой степени мы можем извратить Лирическое женское искусство Да Да Мы такие И еще раз мы надеемся на вашу поддержку Мы сейчас споем песню, которую вчера мы уже пели хором Сегодня я просто Просто Напомню Значит, называется она Акуна Матата Это не та Акуна Матата, которую написал Элтан Джон Для Короля Льва Это совсем другая Акуна Матата Это та самая Акуна Матата Которой подражал Элтан Джон Она написана была с самого начала На настоящем суахильском языке На суахиле То есть на языке Восточной Африки Кстати, мы вот с Яшей можем спеть на суахиле целый куплет Вот смотрите Не боитесь? Давайте попробуем Подождите секундочку Сейчас попробуем Субтитры сделал DimaTorzok Ну я переводить не буду Там вообще на самом деле все просто Привет там солнце, привет небо, привет там товарищ, который идет Ну правда меня называют господин Привет господин Блана, это господин на суахиле Я знала Серьезно? Конечно Для кого я рассказываю? Несмотря на то, что я из Западной Африки А это язык Восточный Ну вы запомнили мелодию? Слова запомнили? Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата Что такое? Акуна Матата Акуна Матата, расскажи, что это значит Ну я думал все знают Конечно Акуна означает не Видимо Видимо-невидимо Матата означает парься Акуна Матата не парься Ну вот чем Будь спокоен, посреди мая все легко Take it easy, be happy Don't worry I'm a passer В общем, друзья, песня про то, как все хорошо в сущности Да, значит, просьба Припев вы уже знаете Секундочку Припев вы уже знаете Запев Запев очень простой Мы просто будем выкрикивать отдельные слова А вы Делаете вид сначала, что вы это слово не узнали Вот так И как мы выкрикиваем слово Вы говорите Это просто сделать, потому что мы еще не знаем, какие слова Бессвязно все очень Поэтому мы сами будем делать Вот А потом, когда вы их узнаете, вы говорите Да, конечно, мы знали 100 лет Или у Я буду Что-нибудь медицинское Ладно, мы просто договариваемся, кто что поет, а так не интересно, а так не интересно действительно, пусть это будет неожиданно для всех Только вы мне подмигните, когда вступать, а то я не вступлю Ладно, я толку ногой Хорошо Ёлки, это круто Сосны, это круто Берёзы, это круто Что не круто, так это суета Акуна-магагага, акуна-магагага Акуна-магагага, акуна-магагага 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 Гитара Это круто Укулеле Это круто Арфа Это круто А маракасы Это ерунда Акуна-матата 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 Акунаматанга! 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 На этой оптимистичной ноте разрешите закончить! Спасибо! Спасибо за внимание! Спасибо!